эта поездка планировалось уже давно но по разным причинам постоянно откладывалась и переносилась основная трудность заключалась нехватки времени путь предстоял не близкий часть пути пролегала в горной местности дорога проходила по острому скальнику и гребенки на запланированные дни поездки выпала аномальная жара а это означало лишь одно тяжело будет и мне и автомобилю но ранним июньским утром отбросив все сомнения и оставив шумном городе дела и заботы я выдвинулся навстречу неизведанной цели о которой расскажу в этом фильме трудовые будни очередной рабочей недели непривычно отступать от шаблонных действий утром спешить на работу чтобы в очередной раз вычеркнуть из жизни этот день который может подарить гораздо больше чем мы себе представляем загружаю охлажденные и замороженные продукты в импровизированный холодильник который к слову великолепно справился со своей задачей в те несколько дней автономной жизни которые я провел вдали от дома и цивилизации творог кефир сыр колбаса зелень и прочие продукты все это отлично сохранилось 35 градусную жару дорога по которой ездил не один десяток раз не перестает дарить приятные эмоции и впечатления от нового путешествия спешить некуда еду не торопясь любуясь горными перевалами и окружающими видами периодически делаю небольшие остановки размяться и немного подкрепиться день понемногу набирает обороты и летний зной заставляет искать тень чтобы укрыться от палящих солнечных лучей лишь ветер слегка освежает едва заметно шевеля макушки вечно зеленых сосен да и он через пару часов станет не столь желанным гоняя разогретый воздух через форточки автомобиля наконец под колесами зашуршал колотый скальник началась гребенка по которой сильно не разгонишься дорога петляла бесконечно тянулась вверх а затем долго уводила вниз за все это время на пути встретилась лишь пару машин бескрайние одинокие просторы родного края завораживали и настраивали на свою волну то ли дорожную то ли душевную кому как по вкусу ну что большая часть пути уже пройдена очень сильно изматывает жара не столько 4 часа проведенные в дороге в пути сколько это пекло в автомобиле термометр показывает около 34 градусов на улице во время движения порядка 30 разница 4 градуса и уже ощутимо до намеченной цели осталось по времени приблизительно час может быть еще меньше сейчас делал небольшую остановку в этом месте которая мне уже хорошо знакома я был здесь около двух лет назад только было это зимой до намеченной точки я не добрался сегодня вернулся сюда вновь но планы сегодня немножко другие ну что будем обедать и двигаться дальше время полдень первый час очередная остановка в пути придала сил а вкуснейший обед который я заранее достал из холодильника наполнил энергией за те пару часов что я не спеша добирался до беседки обед успел разогреться на солнце ничуть не хуже чем в микроволновке или на плите обожаю использовать природные ресурсы для организации своего быта в пути да и не только захотел разогреть обед или ужин поставил чашку с едой на солнышко и через несколько часов можно наслаждаться теплой пищей ресурсы природы безграничны нужно лишь грамотно ими пользоваться дальше дорога лежала в направлении залива имени кирова затем предстояло найти едва приметный свороток с дороги который должен был привести к намеченной точке сегодняшнего маршрута вдалеке мелькнула голубая гладь бухтар минского водохранилища словно намекая что я сбился с пути и свернул не в том направлении увы несмотря на сильное желание окунуться в прозрачные воды этого столь популярного места отдыха сегодня меня ждали горы палящее солнце и весьма интересное место которое так давно не дает мне покоя но добраться до него оказалось не столь уж простой задачей последние несколько километров пришлось карабкаться вверх по заброшенной дороге заросшей высокой травой в которой то и дело встречались крупные камни обломанные ветки деревьев до промойны несмотря на все это вершина была взята и вскоре показались первые развалины неизвестного мне объекта высота около 600 метров над уровнем моря вокруг умопомрачительные пейзажи дополняющийся вкуснейшим горным воздухом вдали виднеется так манящий в эту жару водоем на него мы обязательно попадем но не сегодня на сегодняшний и часть завтрашнего дня стояла задача изучить загадочный объект о котором у меня имелось довольно запутанная и противоречивая информация первое о чем я подумал когда забрался сюда двух дней на изучение этого места очень мало этого времени едва ли хватит чтобы ознакомиться с частью разрушенных временем и людьми строений соседние возвышенности на которую я забрался был виден масштаб и охват этого места постройками и сооружениями различного вида по одним источником информации здесь располагался рудник заброшенный много лет назад другие источники информации выдвигали и вовсе фантастическую для этих мест версию передо мной руины стартовой позиции с 75 и остатки жилого городка вторая версия была связана с военной тематикой с 75 это советский подвижный зенитный ракетный комплекс впервые принятый на вооружение в 1957 году и призванный улучшить систему противовоздушной обороны советского союза дополнив стационарные комплексы пво в эту версию верится с трудом но для того чтобы опровергнуть ее нужны веские основания не так давно столкнулся я с интересной находкой неподалеку от села осу булак в горах расположен объект по всем признакам похожий на воинскую часть старожилы села с которыми удалось пообщаться подтвердили этот факт однако на топографических картах в этом месте располагается детский пионерлагерь вот и поди тут разберись кому или чему верить погода в горах порой бывает непредсказуем так и в этот раз небо начала затягивать облаками засверкали молнии как бы предупреждая о том что пора искать укрытие на миг все стихло затишье перед бурей мелькнула мысль в голове едва успел я допить кружку чаю как стихия обрушилась и на это место наскоро собравшись я поспешил спуститься с горы немного ниже занимать возвышенности в грозу небезопасно ну что ненастья вроде успокоилась грозовые тучи ушли дальше пугать курортников отдыхающих на том берегу мухтарминского водохранилища я спустился вниз горки здесь также несколько руин время уже шестой час поэтому терять время не буду уже хочется остановиться подготовить место для ночлега и пока еще будет светло пару часиков пройтись вокруг этих развалин посмотреть что здесь но сейчас судя потому что я вижу это все-таки остатки какого-то заброшенного рудника потому что там на горе наверху где мы были перед грозой есть какие-то шахты какие-то подъезды для грузовых машин я могу конечно ошибаться но не знаю стоило ли маскировать так установку с 75 которая по некоторым неофициальным источником здесь находилась не знаю походим сегодня еще завтра утром посмотрим отснимаем может картина прояснится а пока идем готовить место для ночлега скоро будет ужин будет темнеть опять начался небольшой дождик воздух свежий чистый просторы горы просто замечательно завтра утром еще перед отправлением в другую точку маршрута поднимемся на ту горку еще внимательно если будет время обойдем там об снимаем а пока сегодня будем здесь находиться прежде чем отправиться на изучение окрестностей обустраиваю место ночлега и завариваю термосок с чаем сегодня моя первая ночевка в уаске поэтому примеряюсь и размышляю как бы поудобнее расположиться на ночь организованного спального места в машине пока нет поэтому будем обходиться тем что имеем далеко и долго ходить не пришлось буквально в сотне шагов от места стоянки одна за одной под ногами начали попадаться всевозможные находки ведра бочки изоляторы линии электропередач и многое многое другое на некоторых предметах до сих пор сохранились бирки и таблички по которым можно установить производителя запчасти например как здесь час челябинский автомеханический завод хорошо поработали здесь и собиратели металлолома наверняка насобирав не одну тонну металла повсеместно можно увидеть следы пребывания металлокопов очень много здесь остатков от каких-то сооружений много битого стекла гвоздей досок каких-то колотого кирпича то есть видно что в этих местах хорошо поработали видимо металлисты разобрали то что было много торчащей арматуры то есть это место уже давным-давно заброшенное я даже не берусь судить сколько лет назад туда дальше в ту сторону где видно гладь воды бухтар минского побережья водохранилище реки иртыш идет еле заметная дорожка по которой я сейчас шел она уже вся заросла сначала была мысль туда спуститься но очень много гвоздей от разбора вот этого всего то что здесь было сейчас после того как спала жара воздух просто наполнен какой-то свежестью и не прохладно и не жарко дует освежающий ветерок поют птички здесь просто тишина и умиротворение несмотря на то что эти руины и развалины немного сгущают эту красоту пойдем дальше смотреть на остатки былой роскоши и гадать что это такое может быть могло быть постепенно начала вырисовываться картина расположения зданий и сооружений которые находились в этом месте масштаб ошеломляет штукатуренные стены внутренняя отделка помещений керамической плиткой бетонные площадки все это рисует воображение картину которая но никак не укладывается в голове сегодня в этих зданиях живут лишь деревья да громкоголосые суслики или же их собратья первое время пугавшие меня своим громким общением друг с другом ходить здесь нужно весьма осторожно высокой траве можно легко угодить в яму или канаву или же споткнуться о торчащий кусок арматуры небрежно брошенный собирателями металла день шел на убыль пора было возвращаться в лагерь чтобы успеть засветло поужинать а заодно собрать мысли в порядок за сегодняшний день в голове от увиденного набралось довольно много информации которая тем не менее оставляет больше вопросов нежели ответов настало время долгожданного ужина после двух часов хождений по этим разваленным руинам не удалось обойти даже мало ее части очень много бетона очень много кирпича просто у меня нет слов чтобы передать весь размах вот этой стройке который здесь был очень аккуратно нужно ходить потому что буквально через каждый шаг под ногами попадаются какие-то трубы какие-то отверстия забетонированные что это такое я не знаю то есть либо это действительно заброшенный рудник либо второй вариант очень хорошо замаскированный не берусь судить не знаю каждый объект изучать смысла никакого нет они однотипны очень похожи друг на друга вот сейчас буду ужинать солнышко уже клонится к закату скрылась в облачках и буду отдыхать наслаждаться этими видами этой тишиной первое время пугали суслики которые выползали из своих норок из того жилья где они живут и очень громко перекликались друг с другом ну что завтра будет новый день завтра времени будет побольше потому что сегодня значительную часть времени отняла дорога ну а пока буду ужинать всем желаю приятного аппетита и до следующей встречи пока 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 пока